Сейчас все военно-политическое руководство Украины должно в один голос говорить. У нас начало контрнаступления закончится без всяких дипломатических движений. Терчи. Вот тогда только этот миллион россиян завтра уже соберет чемодан и начнет выезжать. А то, что вы делаете, вы их там оставили. Ну попробуйте потом освободить Крым. Я вот это посмотрю, как оно будет выглядеть. Ну мне кажется, что Офис Президента, он бы мог бы консультироваться с войсковыми. Вот действительно, те, кто понимает, как это лучше делать. Ну або даже заложный, министр обороны, они же могли бы подказать, что не стоит сейчас делать таких заяв. В Офис Президента надо набирать глухонемых. И тогда проблем не будет. Вот тогда будет самый оптимальный вариант. Ну, возможно, вы и правы. Пане Романе, хочу поговорить еще с вами загалом про контрнаступ и звольнение нашей территории. Как это будет происходить? Ну, чисто по прогнозам, чтобы люди не писали, что мы вот рассказываем наши планы. Это будет наступ локальный? Или все-таки нам нужно, не знаю, как правильно говорить, сразу звольняти всю территорию, так как вы говорили с Крымом, что не нужно остановиться, а идти дальше? Ничего мы не выдадим с вами. Дело в том, что для того, чтобы что-то выдать, надо это знать. А мы однозначно не знаем. Если кто-то знает секретные планы, значит, надо разгонять секретную службу секретчиков Министерства обороны судить за невыполнение служебных обязанностей. Потому уж точно ничего мы никому не выдадим. Просто как математике всего мира, любому математику покажи формулу математическую, он поймет, о чем речь и может рассказать, как из нее что-то выводить или что в этой математической формуле что-то значит. Так вот, любому военному в мире, десятки миллионов военных в мире, покажи карту боевых действий и, ну, как минимум, военный, который может читать карту, а это от майора и выше, то есть любой старший офицер, он может читать карту однозначно. То есть он может рассказать, где предположительно могут быть наступательные действия и как оптимально их проводить. Вопрос тактических, оперативно-тактических действий здесь за теми командирами, которые будут выполнять именно уже непосредственно выполнять задачу. А вот стратегическое направление здесь может любой, любой старший офицер рассказать. Посмотреть карту, понятно, что двигаться надо в сторону Азовского побережья. Для чего? Для того, чтобы пересечь коридор, сухопутный коридор в Херсон, Запорожскую, Херсонскую и области в Крымскую область. Не оговорился. Крымская область, так она, наверное, и будет. У нас унитарная страна, я не знаю, почему Крым называется республикой. Республикой, Конституция Украины, это Украина унитарная страна. У нас не должно быть автономии. Крымская область, не оговорился. Выход на Азовское побережье, опять же, останавливаться нельзя. Почему? Потому что если дать россиянам запечататься в Крыму, то даже один день, даже я больше скажу полдня, если не двигаться у них на плечах, как раз вот именно Крымский полуостров, он может запечататься, потом придется его прорывать уже с большими потерями. Потому что один ход должен быть, то есть одно движение на Азовское побережье, и оно заканчиваться должно аж в Керчи, то есть заходом в Крым и доходом до Керчи. Если такого движения к этому, мы движению не готовы, его лучше не начинать. Вот на данный момент у нас неплохая ситуация оборонительная. Причем выполнять задачу в этой ситуации довольно-таки успешно можно с теми силами, средствами, которые у нас есть, и уничтожать российскую армию, сколько бы ее не было. Но у нас заканчивается, у них заканчиваются танки, у них заканчиваются снаряды, у них заканчивается артиллерия. Вот сколько бы их не было, их можно уничтожать даже вот на той линии фронта, на которой мы сейчас стоим. А если уже двигаться, то двигаться с остановкой в Керчи – это первый этап, который должен быть. А второй этап – это отсечение Донбасса от России. Отсечение Донбасса от России должно проходить оптимально вдоль рек. Северский Донец вдоль Северского Донца, допустим, из-под Кременной или Северска, вдоль Северского Донца до Луганска, дальше ниже, не по границе, заходить на российскую территорию вдоль Северского Донца до Усть-Донецка. Это впадает Северский Донец в Дон, доходить до Дона, прикрываться Северским Донцом, прикрываться Доном с Востока. И дальше идти на юг, в сторону Ростова, до Таганрога, до Таганрогского залива. Вот так самый оптимальный вариант – это любой военный бы нарисовал два этапа освобождения нашей территории. Может быть один этап, если будет достаточно количество силы северцев, сразу отрезать и Донецкую агломерацию, и Запорожскую, Кремскую и Херсонскую области, сразу выйти на Ростов вдоль Дона и Северского Донца. А заходить у глиб російської территории, мы это действительно можем сделать? Наши захидные партнеры не будут против, потому что, например, про озброєння, они говорили, мы вам не дамо далекобійные ракеты, потому что вы будете стрелять по территории РФ, а зайти и действительно там сделать лінію обороны? В другом случае, это значит, когда нашим западным партнерам надо принимать решение на Совете Безопасности ООН о разворачивании миссии голубых касок и прикрывать вместо Дона выходить на госграницу, только уже им вопросов нет. Если вместо Дона можно использовать голубые каски, добро пожаловать, выходите на госграницу Украины, с Новозовска туда, в сторону Луганска, и мы будем освобождать все, что западнее. Ну, тут варианта два, либо голубые каски, кстати, голубые каски предпочтительные, если они не выставят и не могут выставить, у нас вариант только один вдоль Дона, потому что мы не удерживаем линию фронта или у нас будут очень большие потери, нам придется фланги удерживать под 200 км, это очень много. Ну, здесь решается этот вопрос легко и просто в этом смысле, либо Дон, либо голубые каски. Пане Романе, давайте перенесемося на Схід и поговорим більш детальніше про те, что происходит в Бахмуте. Мы видим, что россияни не полишают своих спроб захопить или хотя бы перехопить какую-то инициативу на Бахмутском напрямке, иначе у них уже нова дата, встигнути до Великодня захопить. А как вы гадаете, как долго это вообще будет триваться и чи полишат они эту идею, или все же таки будут и надалее закидывать мясом этот направление? Ну и взагалом, если посмотреть на карту Дипстейт, то там видно, что с Бахмутом уже не все очень хорошо. Ну, если из реалий говорить по Бахмуту, я бы не сказал, что они там теряют инициативу или хотят перехватить. Она у них последние полгода по Бахмуту. Они постоянно наступают, даже, наверное, больше, чем полгода с Попасной. То есть инициатива в районе Бахмута постоянно у россиян, идет постоянные наступательные действия, причем за счет остальной линии фронта. Вот мы иногда и в фонд пространстве от наших военных, и от обозревателей, которые анализируют движение, иногда слышим противоречивые сведения. То у россиян кончается боекомплект, то у них он увеличивается в 2-3 раза. И то, и то правда. У россиян, россияне для того, чтобы увеличить в 2 раза боевую мощь в районе Бахмута, Авдеевки, Маринки и Белогоровки и Кременной, они со всех остальных участков фронта снимают определенную норму по боекомплекту. Потому, допустим, в районе Херсонского фронта, Запорожского фронта, тут точно 100% у них реальный снарядный голод. У них иногда в некоторых частях вообще нет артиллерийских снарядов. Но они все, эти все, вся арта, она сейчас сосредоточена в районе Бахмута, в районе Авдеевки, Маринки и Белогоровки и Кременной. То есть все, что у них есть, они сейчас усиливают. Там по поводу дедлайнов не знаю, как это спрогнозировать. У них, по-моему, уже 10-й дедлайн к какому-то времени. То к Паске, то к 31-му, то к 8-му марта подарок этим единоросскам сделать. И здесь очень сложно спрогнозировать. Ну а то, что они давят в районе Бахмута, причем в последнее время усилилось, наверное, раза в полтора-два давление. Давление и артиллерии, и авиации начали подтягивать туда технику. И ТОСы туда подошли, и Буратино, кстати, и Санцепёки. Уэрками даже работают, Уэр-77. То есть пытаются они чуть легче танков тяжелых. То есть могут еще подойти. То есть они подтягивают легкую броню уже в сам город, ближе к городу, и начинают выжигать, пытаться, по крайней мере, выдавить наши войска из Бахмута. Очень тяжело в Бахмуте. Позиционные бои. В основном мы сейчас удерживаем в Бахмуте высотные здания. Это очень грамотное решение. Высотки сами по себе, даже в разрушенном состоянии. Это хороший укрепрайон. На несколько метров железобетона сам так не сделаешь, как выглядит разрушенное высотное здание. Потому что удерживаем Бахмутский, гарнизон Бахмутский удерживает этот рубеж по высотным зданиям. Если уже уже очень тяжело будет, придется отойти в район Часавьяра, подняться на высоты. То есть удерживать там. Но на данный момент сейчас такой необходимости пока нет. От, до речи, вы зазначили про то, что окупанти начали технику туди звозить, эти сонцепьоки и десантные штурмовые войска. А с такими силами, которые сейчас у противника, насколько действительно сложно утримать захидную часть города, если нам доведется все-таки выйти? Чи открывается им шлях просустися дальше? Чи все-таки мы их заблокируем там? Ну, любой отход, он дает противнику определенное преимущество. Они могут дальше двигаться. Причем движется не только эта точка, где отходят войска, движется вся линия фронта. То есть они смогут двигаться и на севернее в сторону Славянска, и южнее в сторону Константиновки. Потому что пока мы удерживаем Бахмут, пока мы не допускаем такого рода движения, флангового движения дальнейшего россиян. Сколько мы будем Бахмут удерживать, столько они будут вдалеке стоять от Константиновки, от Славянска. Как только мы с Бахмута начнем отходить, они начнут продвигаться в сторону Славянска и Константиновки. Потому вот такая здесь прямая зависимость. Почему и удерживаем Бахмут только из-за этого? Для того, чтобы держать сам фронт. Отойдем на несколько километров в сторону Часовьяра. Да, будем удерживать дальше, но уже на линии Часовьяра. То есть на этой гряде Часовьярской, а это уже будет сложнее. Сложнее, чем удерживать, допустим, такую пару. Так как за Часовьяром следующая линия обороны, это уже Дружковка, Краматорский и Славянск. Если россияне пройдут Часовьяр и дальше подойдут к Славянску, то это значит со Славянском, Краматорском и Дружковкой будет то же самое, что сейчас с Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой. Такой себе лунный пейзаж. Потому что сколько можно, будем Бахмут удерживать. Это действительно так. И мы про это неодноразово говорили, что мы будем делать все возможное, чтобы утримать там наши силы. Но, кстати, была информация от речника ДПСУ Демченко про то, что оккупанти начебто плануют перекинуть из Белоруссии 2000 військовых на Схидный напрямок. 2000 військовых. Они на сколько подсилят цей фронт? И чи это нам на пару дней? На 4 дня. Это нам на 4 дня. 500 человек в сутки это на 4 дня. Потому что на сколько они усилят? На 4 дня они усилят. Не более того. Это не те цифры, на которые стоит обращать внимание. Реальные цифры это когда они начинаются уже с четырьмя нолями. То есть если 40 тысяч будут перебрасывать, да, это цифра, которая реально уже страшная. Или даже 20 тысяч. То есть корпус это уже сложно, потому что придется уже примерно такой же корпус перебрасывать и нам. Ну а 2000 это рабочая цифра. Это всего лишь даже не бригада. То есть бригада 2,5 тысяч. Это четыре батальона или три усиленных. Пане Романе, запитаю еще про авиацію, потому что речник повітряных сил Юрій Ігнат зазначил, что для початку контрнаступу силам оборони необходимо здобути перевагу у повітря. Ну и он зазначил, что простым цей контрнаступ назвать в край важко повітряным силам. Чтобы наступ был успешный, нужно завоевать перевагу в небе, потому что без переваги в повітре проводить наступальные действия под огнем ворожей авиации довольно сложно. А как вы это рассматриваете? И при том состоянии, и при той количестве авиаций, которая у нас есть? Чи мы будем иметь, беда, какую-то конкуренцию способность? Ну, авиация та, которая у нас есть, она абсолютно не конкурентна российской авиации. Мы зависли в прошлом тысячелетии, за 30 лет независимости Украина не купила ни одного военного самолета. Я как лётчик-истребитель, ещё и вертолётчик, я пару лет на Ми-24 полетал на боевом, не покупали, не обращали внимания на авиацию, покупали что угодно, но только не авиационные средства поражения. Потому мы зависли в прошлом тысячелетии, а россияне за эти 30 лет ушли, может быть, недалеко, но на голову, по крайней мере, они ушли вперёд, как минимум. На базе Су-27 они построили три хороших самолёта, Су-30, Су-34, Су-35, отличные самолёты с точки зрения лётной составляющей. Не дотягивают они, конечно, до американских и натовских самолётов, то есть они зависли за счёт элементной базы, они зависли в промежутке между четвёртым и пятым поколением или 4,4,2+, не дотягивают до 4,4+. А вот F-16, допустим, натовские или американские, особенно с блока 50, блок 50, блок 52, 52+, блок 60, 70, 72, то есть эти модификации самолётов, они уже на голову выше любого типа российских самолётов. Ну вот дальность обнаружения, допустим, локаторов от блока 60 и дальше за 400 километров у F-16, а российские видят, ну, на 200. Так вот, F-16, ракета, допустим, М-120Д, Амра, она идёт на 180 километров, то есть ещё задолго до подхода вообще к Украине за 400 километров F-16 будет видеть, а за 200 километров собьёт этот российский самолёт. Это если будет F-16. Ну, а МиГ-29, который у нас есть, вот он видит километров на 70, и ракета летит километров на 60. Ну, это так, обнять и плакать, или россияне нас щёлкают, как семечки. Нам даже невыгодно подходить или взлетать, потому что наши самолёты просто уничтожаются россиянами. Вот здесь вот такой большой перекос в сторону именно нашей той техники, которая у нас есть, и та, которая сейчас нам передаётся, МиГ-29. Эти МиГ-29, была надежда на то, что нам передадут модернизованные МиГ-29, уже с авионикой реальной, их нам не отдают. Так решение по ним и не принято. Полякам не дали добро. Вопрос непонятно, кто он, либо израильтяне, которые модернизировали, либо американцы, либо они все вместе. Но поляки нам не передают эти самолёты, которые могут нести средства поражения именно натовские. А передают нам МиГ-29, те, которые у нас и так есть, и они восстановят наши потери, но не поднимут нашу боевую мощь. И потому сложно будет наступать. Возможно. Я не говорю, что невозможно. Сложно. Нужно будет заменять авиацию достаточным количеством зенитно-ракетных комплексов. Достаточно. Это в два раза больше должно быть ЗРК на линии фронта. И это для того, чтобы с воздуха прикрыть наступающие войска. И в два раза больше должно быть боеприпасов для того, чтобы нивелировать тот механизм, который был бы, если бы было количество авиации, можно было бы с помощью авиабомб прожигать в сторону наступления. То есть придется увеличивать количество боеприпасов и количество зенитно-ракетных комплексов. Если по этому пути пошли наши партнеры, ну, это может быть не совсем плохо, ну, хотя бы хоть что-то. Ну, конечно, лучше это и в 16-е. Количество уже всем понятно. 5 бригад по 40 самолетов в бригаде, 200 самолетов нам нужно. Пане Романе, а от, до речи, на носе Рамштайн 11-й. Чи схильні, ви думаете, что после этого заседания, возможно, Ф-16 таки появляются в Украине? Все зависит от того, готовы ли львы и готовы ли инженерно-технический состав. Дело в том, что если у нас это все уже готово и надо только политическое решение, они могут появиться на второй день после Рамштайна. Наши аэродромы, в принципе, в режиме аэродрома подскока можно использовать в любом, ну, без проблем. Там есть один момент, связанный с аэрофинишерами, то есть там F-16 сам по себе это не наши Сушки или Амиги, тормозящие тормозными подраршютами, им там надо аэрофинишеры. Есть такая вещь, которая цепляет самолет при посадке на коротком взлете, на короткой посадке. А вот сейчас мы еще не оборудованы, но в режиме, по крайней мере, в режиме аэродромов подскока можно использовать и на второй день мы можем их увидеть. Но если нет подготовки и не было подготовки летного состава инженерно-технического, то даже если на этом Рамштайне будет принято решение о передаче, мы самолет увидим не раньше, чем через 3-6 месяцев. То есть это наверное уже под конец кампании нашего контрнаступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова